МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Курдайском районе признали ли они свою вину? Видеозапись этого инцидента разошлась по соцсетям в считанные минуты, что грозит нарушителям. Снежный плен, как работают коммунальные службы Алматы. Синоптики вновь говорят об аномальном уровне осадков, чем затрудняется уборка снега. Сейчас мы находимся в специальной снегоуборочной машине. Тургали Карабаев примерил на себя роль уборщика. Приговор братьям. На сколько лет отправятся в тюрьму водители, которые давили людей на машинах? Инцидент случился в августе прошлого года. Чем недовольны родственники обвиняемых? Игры со смертью. В Казахстане растет число подростковых суицидов. Какие регионы в списке лидеров? Правда, в школе, там есть родители. Как распознать тревожные признаки у детей? Чем помогают школьные психологи? И обо всем по порядку. Братья, напавшие на полицейских, в Курдайском районе арестованы. Трое обвиняемых полностью признали свою вину. Досудебное расследование провели по статье применения насилия в отношении представителя власти. Дело направили в суд. С санкции суда обвиняемых арестовали. 7 февраля при патрулировании в селе Сартубе Курдайского района полиция остановила машину Хонда Одиссеи. Из-за отсутствия документов водителю предложили проехать в отделение. Но он, не подчинившись требованиям, последовал к себе домой. Там вместе с двумя братьями они напали на полицейских и избили их. Видео с асцендентом распространилось в соцсетях. В этот же день в селе Масанчи Курдайского района произошла массовая драка между местными жителями. Позже конфликт перерос в массовые беспорядки и затронул села Аухатте и Боламбатыр. По последним данным, 11 человек погибли, 185 пострадали, были сожжены, разрушены десятки домов, магазинов и машин. В регионе до сих пор действует режим чрезвычайной ситуации. А в Алматы суд поставил точку в деле о массовом наезде на людей. 21-летнего Дин Мухаммеда Аликеева, обвиняемого в покушении на убийство, приговорили к 11 годам и 3 месяцам лишения свободы в колонии максимальной безопасности. Его брата, 25-летнего Жандоса Аликеева, признали виновным в хулиганстве и назначили 4 года и 8 месяцев лишения свободы в колонии средней безопасности. Семья подсудимых приговором осталась недовольна. Наезд произошел утром 26 августа у одного из алматинских кафе. Завязалась драка. Судя по видео, белая иномарка едва не наехала на людей. За рулем был Жандос Аликеев. Затем черная машина, которую управлял Дин Мухаммед Аликеев, намеренно сбила мужчин. Трех пострадавших доставили в больницы с разными травмами. Полицейские завели дела по статьям хулиганства, нарушения правил дорожного движения, а позже переквалифицировали на покушение на убийство. Жандоса Аликеева задержали на второй день после лицендента Дин Мухаммеда спустя 3 недели. Он скрывался от полиции в пригороде Алматы. Ранее прокурор запросил для подсудимых 15 лет лишения свободы в колонии максимальной безопасности. Защита попросила переквалифицировать статью с хулиганства на нарушение правил дорожного движения и назначить наказание, не связанное с лишением свободы. Двое пострадавших сообщили, что не имеют претензий к подсудимым. Адвокаты братьев намерены подать на апелляцию. Им ничто не ограничило завершить, если они это задумали, убийство. Однако, все же суд своим приговором подтвердил 99-ю статью на данный момент. Но мы, конечно же, считаем, что это неверная квалификация и неверный приговор. Касательно Жандоса мы вообще не видим в его действиях по предъявленным обвинениям состава. И к другому резонансному делу в октубе завершилось следствие по делу об изнасиловании 9-летней девочки. Материалы поступили в суд. В декабре прошлого года 21-летний мужчина проследил за ребенком по пути из школы, а затем обманом проник в квартиру. Родителей дома не было. Отец, обеспокоенный тем, что дочь не берет трубку, приехал с работы домой и обнаружил истерзанного ребенка. Девочку врачи спасли. Однако информация с личными данными семьи и даже с их домашним адресом попала в открытый доступ. От утечки информации пострадал и совершенно посторонний человек. Многодетный отец Нурлан Шандин до сих пор страдает от последствий чужой халатности. Он в этот день был проездом в октубе. Кадры с видеокамер, запечатлевшие его выходящим из магазина, недалеко от места происшествия, попали в сеть. В адрес мужчины, его семьи и даже детей посыпались оскорбления и угрозы. Полицейские принесли ему извинения. А расследование по факту утечки информации занимается антикоррупционная служба. Однако мужчина опасается, что виновный избежит ответственности. Двух сотрудников уволили вообще по другим статьям. Департамент полиции в ответ на мои обращения не отвечает. Я требую, чтобы нашли того, кто мои фотографии так выставил. Моя семья до сих пор страдает. Дочь со слезами приходит со школы. Ее дразнят. Моя мама только из больницы выписалась. Я сам за это время несколько раз в больницу попадал. Пусть найдут виновного. Казахстан все еще занимает лидирующее место в мире по подростковому суициду. И наблюдается тенденция к росту. По данным Генеральной прокуратуры, в прошлом году свели счеты с жизнью 180 подростков. И еще 351 совершил попытку. Среди лидеров в этом непочетном списке Туркестанская область. В Туркестанской области в прошлом году 38 подростков свели счеты с жизнью. А восточно-казахстанской 54 школьника предприняли попытку суицида. Это самый высокий показатель по стране. Главная причина таких случаев – душевное состояние. Основная причина подросткового суицида – это не то, как мы привыкли думать, что это там травля в школе, конфликт с родителями, или же там несчастная любовь. Мы все время ищем какие-то вот такие моменты. Но эти все вещи, они являются пусковыми крючками, как бы, да, пусковой кнопкой. Подростки не всегда могут рассказать о том, что с ними происходит. Поэтому психологи придумали квест-тест. В кабинете специалиста 10 детей. По требованию закона мы не показываем несовершеннолетних. Детям предложили выбрать карточки с разными изображениями. Во время тренинга в игровой форме участник отвечает на вопросы, выполняет определенные действия. Подобные игры помогают психологам выявить склонных к суициду. Вот эта картинка – это самое главное. Работа на мэру, умение собираться вместе. В подростковом возрасте у них самое главное – это быть принятым в референтной группе. Для них очень важно мнение именно их одноклассников, именно их ровесников. В прошлом году новые методы и навыки работы с подростками изучили 80 школьных психологов. С ними работали эксперты из Израиля. 30 специалистов уже занимаются с детьми и их родителями по новой пилотной программе. За это есть и добавка к окладу. Специалисты рассказали, проект помог многим детям избавиться от комплексов. По результатам программы, кто прошел подготовку, есть, можно сказать, мониторинг 40% детей уже в первые 2-3 месяца. Уже видно изменение, результат. Всего помощь получили более 1200 алматинских семей. Занятия проходят бесплатно. Заинтересовались таким подходом и в Управлении образования Восточно-Казахстанской области. Мадина Исюмбаева, Влад Шишко, Информбюро Алматы. А правительство собирается сократить расходы госорганов и квази-государственного сектора на 128 миллиардов 600 миллионов тенге. После поручения президента свои предложения по экономии сформировали министерства, акиматы и нацкомпании. У последних, кстати, больше всего неэффективных трат, от которых можно отказаться. Это 79 миллиардов тенге. Более 4 миллиардов тенге предлагается сэкономить за счет отказа от некоторых семинаров и конференций, покупки авто и мебели. Около 16 миллиардов на аналитических исследованиях. Под статью «Другие непродуктивные расходы» записана оптимизация около 30 миллиардов тенге. При этом в презентации Минфина в целом мало конкретики. Неясно, какие именно мероприятия теперь не будут проводиться и какие госорганы отвечали за их организацию. Известно, что большинство предложений по сокращению трат регионов поступило от Алматинской и Туркестанской областей и города Алматы. Министр здравоохранения Илжан Бертанов пояснил, почему в его ведомстве не разглашали информацию о том, на что потратят 2 миллиарда тенге из бюджета, выделенные на защиту от коронавируса. По словам министра, полную информацию по расходам нельзя раскрывать из-за соответствующего постановления правительства. Ведь средства направлены не только для медиков, но и для защиты сотрудников других госорганов и служб. Илжан Бертанов рассказал только о деньгах, которыми распоряжается Министерство здравоохранения. Около 1 миллиарда потрачено на закуп средств защиты. Маски, костюмы, очки, дезинфицирующие средства. Также в этой статье расходов лаборатории, тепловизор, оборудование для диагностики и эвакуации граждан. Часть суммы предназначена для помощи регионам. Она пойдет на снабжение средствами индивидуальной защиты местных больниц и поликлиник. Остальное для государственных органов. Все 2 миллиарда тенге выделены из резерва правительства, который формируется за счет налогов казахстанцев. Налоговая плечка имеет право знать, на что идут их налоги. А в данном случае я хочу сказать, что это не решение Министерства здравоохранения, это постановление правительства. Для служебного пользования. Из-за коронавируса в Китае собираются уничтожить бумажные денежные купюры. О количестве денег не сообщается. Но Центральный банк этой страны уже заявил, что сожгут все деньги, собранные в больницах, автобусах, рынках и районах, закрытых на карантин. Часть купюр все же продезинфицируют. На сегодня число умерших превысило 1900 человек. Свыше 73 тысяч заражены этим вирусом. Что происходит в мире из-за вспышки COVID-19 в нашем следующем материале. 32-летнюю Аллу Ильину принудительно вернули в больницу Санкт-Петербурга. Женщина сбежала с больничной палаты, находясь на карантине, вернувшись из Китая. История вызвала резонанс, поскольку главный санитарный врач Петербурга Наталья Башкетова подала в суд на пациентку. Суд принял сторону доктора. Они упирают на то, что я должна быть изолирована из-за того, что представляю опасность для окружающих. Как вы видите, никто, в том числе представители Роспотребнадзора, в масках даже не сидят. И никакой индивидуальной защиты нет. Здоровых пассажиров лайнера «Даймонд Принцесс» начали выпускать с корабля. В США прибыли два самолёта с сотнями американских граждан, которые с 3 февраля находились на карантине на борту. Им предстоит двухнедельный карантин в Америке. Всех заболевших на борту судна отправили в японские больницы. «Больше нет карантина, но опасность существует. Мы рекомендовали домашний карантин. Но иностранцев мы не можем обязывать. Есть данные всех пассажиров. Будем держать с ними связь». В Китае тем временем подтвердили смерть главного врача госпиталя в городе Ухань. Лю Джимин умер от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса. Смерть зафиксировали сегодня утром. Как сообщают СМИ, он стал первым руководителем медучреждения, скончавшимся от вспышки COVID-19. Во Всемирной организации здравоохранения ситуацию держат под контролем. По их данным, 80% пациентов имеют только лёгкие симптомы, а 14% являются критическими. Наталья Раим, Информбюро. Информбюро в эфире. Продолжаем выпуск. Публичное обсуждение законопроекта о проведении митингов продолжится до конца этой недели. И за это время Министерство информации и общественного развития должно сделать выводы по поступившим предложениям. Сегодня встреча с общественностью прошла в столице. Многие поддержали нововведение, однако есть и те, кто предлагает полностью переписать проект. Приглашенные одобрили запрет на нахождение детей на мирных митингах. А вот выбор места для мирного собрания, так же, как и на обсуждении в Алматы, остается открытым. Политологи предлагают подготовить список площадок, где проводить собрание нельзя. Между тем, некоторые общественники, среди них и Мухтар Тайжан, просят создать новый законопроект совместно с алматинскими коллегами, в частности, с известным правозащитником Евгением Жовтисом. Свои предложения по закону о митингах может внести каждый казахстанец, разместив на сайте электронного правительства для граждан в разделе нормативно-правовых актов. До 21 февраля идет обсуждение законопроекта. Но, тем не менее, даже после этой даты мы будем собирать предложения. И затем, в установленном порядке, законопроект будет вноситься в правительство и далее в парламент. На долю коммунальных служб Алматы выпали испытания. Февраль, пожалуй, станет самым снежным месяцем за всю зиму. Вот уже который день на улицах трудятся уборщики, снега, техника, коммунальщики. С какими сложностями они сталкиваются? Нургали Карабаев испытал на себе все тяготы этой работы. Сейчас мы на одной из центральных улиц города Алматы, вот вместе с коммунальными службами, убираем снег. Хотя он выпал три дня назад, но, как видите, работа до сих пор кипит. И, кстати, когда работаешь, так и не замерзаешься. А если немного простаиваешь, уже начинаешь замерзать, мы это почувствовали на себе. Ну, Заки, расскажите, вот как вообще работа, да, вот сколько часов, например, сколько уже работаете? Ну, я уже здесь вот, мы работаем с 7 часов утра, до вечера. До обеда работаем, на обед час дается. 50 минут работаешь, 10 минут перекуриваем. Высыпаемся, утром полная сила опять на работу. Итак, уже вторые сутки. Сегодня на уборку снега вышло почти 2000 дорожных рабочих из 630 единиц техники. Общими усилиями вывезено 27 тысяч кубометров снега. Как видите, пешие бригады вот так сначала заготавливают сугробы, а потом погрузчики все это грузят на Камазы, которые отвозят весь снег на снегоотвал. Сейчас мы находимся вот в специальной снегоуборочной машине. Сами коммунальщики называют его лапчатой. И с помощью него убираются вот сугробы с обочинной дороги. И мы тоже внесем свою лепту в уборку снега города Алматы. И сейчас будем теперь включать ленту. Вот видите, снег пошел. И будем ехать потихоньку вперед. У нашей работы тоже есть свои сложности. Особенно убирать сложно, когда машины припаркованы. Техника не может достать снег. Убираем руками. Это затягивает процесс. Вот такой нелегкий труд у работников коммунальных служб. Особенно нелегко во время снегопада. Приходится работать круглыми сутками в три смены. Как видите, в Алматы снова усиливается снег. И, скорее всего, рабочим придется снова работать ночью. Нургали Карабаев, Сергей Шуйский, Информбюро Алматы. Герой нашего времени. В память о погибшем военном летчике Марате Едигееве на авиабазе в Карганде открыли памятный уголок. Весной 2013 года он отвел терпящий крушение самолет от села Просторное. Перед этим заставив катапультироваться штурмана. Штурман, чью жизнь спас погибший командир, плачет, читая стихи собственного сочинения о Марате Едигееве. Полет на МиГ-31 был учебно-тренировочным. Летчики говорят, что Марат Едигеев действовал согласно инструкции. При неполадках летчик сначала отводит опасность от земли, потом уже думает о спасении экипажа и самолета. За мужество и героизм Марата Едигеева наградили орденом Айбын первой степени посмертно. Парадная и боевая одежда полковника и его награды теперь выставлены в 610-й авиационной базе имени Нуркина Абдирова, которой командовал Едигеев. В поселке Просторное ему тоже установили памятник. Его именем назвали улицу. К другим темам Айгуль Нуркиной. Некуда податься. В Кустанае женщина-инвалид вот уже несколько месяцев живет в стенах городской больницы. Врачи ее не выписывают из жалости, ведь иначе она окажется на улице. Почему даму без определенного места жительства не принимают в специализированный центр и много ли таких бродяг, расскажет Нина Шапо. Айгуль Нуркина инвалид второй группы. Вот уже два с половиной месяца в прямом смысле живет в Кустанайской городской больнице. У 39-летней женщины цирроз печени. Медикам она попала с обострением. Сейчас состояние стабильное, но идти ей некуда. Айгуль рассказала, что пока проходила лечение, потеряла место в общежитии. Сейчас она попросту бомж, а родных готовых о ней позаботиться нет. Вообще у меня есть две сестры родные, но мы с ними очень долго не общались. Я их в течение 25 лет, когда сказали, что я умерла, а они только тогда меня нашли. У меня три походила, одна и больше не приходила. И количество таких непрекаянных пациентов, как Айгуль, с началом отопительного сезона в городской больнице резко увеличивается. В основном в отделении травматологии. С ожогами и обморожениями, а после с ампутированными конечностями люди живут в больнице месяцами. Кормят, тепло здесь, ни в шее нету, ничего в бане, все чистенько, просто не чистенько. Что для бомжей хорошо, для врачей сплошная головная боль. Лечить и содержать их не позволяет протокол, а выгнать инвалидов на мороз не позволяет совесть. Обычно о таких пациентах врачи сообщают в центре ресоциализации. Однако в Кустанае приют почти круглогодично переполнен. И даже если освобождаются места, принять могут только тех, у кого нет документов, жилья, доходов и родственников. Так что Айгуль Нуркину в центре ресоциализации не примут. Она не попадает под все критерии. Остается лишь дом инвалидов. Но и туда попасть совсем непросто. Она получает какое-то пособие. Да, значит у нее есть документы. Значит просто нужно обратиться уже непосредственно к нам. И мы уже будем смотреть, что мы можем, какую помощь оказать этому гражданину. Правда, как больная женщина будет ходить по инстанциям и собирать справки непонятно. Да и свободные места в такие учреждения надо ждать месяцами. Еще сложнее ситуация с бомжами, нуждающимися в особом уходе. Восстановить документы и получить инвалидность они могут только в центре ресоциализации. А местом сейчас нет. Нина Шапуи, Елена Досова, Алексей Краснов, Информбюро, Кустанай.